Вседозволенность и тот беспредел, который творят США и их союзники во всем мире, и это они мотивируют тем, что якобы они несут свет демократии всему миру. 19 числа в 15.00 должно состояться шествие в поддержку действий России на Украине. Эти биолаборатории в Армении имеют двойное назначение, то есть они могут использоваться и в гражданских целях, и в военных целях. Я не говорю, что Нагорный Карабах должен быть обязательно в составе Армении или, например, независимым государством. Нагорный Карабах, например, может войти в интеграционные объединения, например, в то же союзное государство вместе с Россией и Белоруссией. И, кстати, сегодняшняя ситуация Армении — это следствие вот этой многовекторной политики армянских властей прежних. Потому что многовекторность — это не означает и Запад, и Россия. Многовекторность означает фактически только Запад. Добрый день, в эфире «Рявунг ТВ». У нас в гостях координатор антинацистского фронта Армении Хайк Айвадян. Добрый день, Хайк. Добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. Хайк, пожалуйста, представьте работу вашего движения, вообще цели, задачи антинацистского фронта. В чем заключается? Ну, как бы наша деятельность началась не сегодня. И как бы на протяжении многих лет мы наблюдаем ту ситуацию, которая сейчас во всем мире. Точнее говоря, ту вседозволенность и тот беспредел, который творят США и их союзники во всем мире. И это они мотивируют тем, что якобы они несут свет демократии всему миру. При этом речь идет именно об американской модели демократии, которую США навязывают всему миру. При этом навязывают агрессивно, то есть те, которые не согласны с этим, они подвергаются агрессии со стороны НАТО. И прямым агрессиям, и как бы с помощью так называемых цветных революций. То есть те, которые не согласны с американской моделью демократии, а они это как бы делают в том смысле, что они якобы исключительны, якобы избранны. И единственная правда — это и есть американская модель демократии якобы. Те, кто с этим не согласны, их заставляют принять вот эту модель американской демократии. Это и есть современное продолжение нацизма. Просто вот сегодня уже, когда Россия начала свою операцию на Украине по деноцификации, в том числе, уже началось проявляться истинное лицо Запада. То есть вот этих фактически, я бы даже не сказал пособников нацизма, фактически источников нацизма сегодняшнего. То есть именно они все восемь лет вскармливали вот этот новый нацистский режим Киева, закрывали глаза на геноцид русскоязычного населения на Донбассе. И фактически они и есть источники этого нацизма. И сегодня вот этот нацизм и в Европе, и в США проявляется, так сказать, во всей своей красе. Поэтому мы сегодня, то есть ту деятельность, которую мы вели до этого, мы сегодня это как бы формализовали уже под антинацизским фронтом Армении. Естественно, под антинацизмом подразумеваются как бы все виды нацизма, в том числе и сегодня. В сегодняшних условиях в первую очередь, естественно, это англосаксонский нацизм, который является источником как бы всех бед на протяжении последних 30 лет. И вот в этом широком смысле мы уже будем проводить свои акции, свою деятельность уже в формате антинацизского фронта Армении. Вот на прошлой неделе состоялся ряд акций совместно с движением «Сильная Армения» с Россией за Новый Союз. И знаем, что 19-го числа также собирается, вы собираетесь провести акцию против нацизма в поддержку России. Представьте, пожалуйста, подробнее, что это за акции были, что ожидается 19-го числа. Ну, это акция как бы продолжения той линии, которой мы придерживаемся. Ну, я знаю, что есть еще 19-го числа в 15.00 должно составиться шествие в поддержку действий России на Украине. Ну, наша акция – это информационная акция, целью которой является представление общественности, что из себя представляет англосаксонский нацизм, какие проявления этого нацизма, какие беды этот нацизм принес многим народам мира в течение последних 30 лет. Ну, в общем, он, эта акция, как бы, одна из акций наряду с другими, которые против нацизма, против сегодняшних проявлений нацизма, и в поддержку того правого дела, которое Россия осуществляет на Украине. Естественно, это будет иметь свое продолжение. То есть, в информационном поле мы будем раскрываться, более и более подробно доносить нашу позицию нашей общественности. И мы постараемся, чтобы, как бы, до каждого армянина в Армении это дошло. Конечно, не все, или, может быть, многие не в курсе того, что из себя представляет этот англосаксонский нацизм, каковы его проявления, но мы постараемся донести до каждого армянина эту истину, чтобы они понимали истинную суть вещей и не подвергались различным родам манипуляциям. То есть, 19-го числа в 15.00 все те, кто поддерживают эту акцию, могут присоединиться к шествию к акции? Да, в 15.00 будет шествие. Ну, а как бы... Откуда оно начинается? Если не ошибаюсь, возле памятника Шаумяна начнется шествие. Ну, уже потом организаторы объявят, как бы, в какую сторону и в каком направлении будет двигаться это шествие. Ну, до этого у нас будет еще мероприятие, о котором я сказал, которое будет носить информационный характер. И все эти вот шествия, все эти организации, несмотря на то, кто это организовывает, они ставят перед собой цель, информировать нашу общественность, что на самом деле происходит, с чем борется сегодня Россия, в чем заключаются угрозы распространения сегодняшнего нацизма, в широком смысле этого слова, чтобы каждый органин знал правду. На акции на прошлой неделе прозвучало требование закрыть и вывести американские биолаборатории из Армении. То есть, вы считаете, что эти биолаборатории, они представляют из себя угрозу для Армении? Ну, сегодня уже факт, что российские вооруженные силы обнаружили на Украине сеть биолабораторий, которые производят биологическое оружие или компоненты биологических оружий. Оружие производят исследования с особо опасными патогенами, которые они собирались использовать фактически против России и даже против всего региона. Потому что биологическое оружие — это такой вид оружия, против которого нет противодействия. И это оружие не знает границ и не различает, какой национальности человек. И все в этом смысле подвержены опасности. По-моему, там была обнаружена сеть из 30 биолабораторий, которые все финансируются со стороны Пентагона США. Все эти документы уже в руках вооруженных сил Российской Федерации. И уже Россия, в том числе, кстати, и Китай, предъявили требования к США, чтобы они раскрыли ту информацию, что они делали на Украине, чем они занимались. Короче говоря, выложили все то, что и все те документы, которыми они занимались, и которые свидетельствуют о этих биологических исследованиях военного назначения на Украине. Теперь в Армении, ну как минимум с 2016 года, и на сегодняшний день действуют как минимум 12 таких биолабораторий. Все они финансируются Пентагоном США, то есть военным ведомством США. И мы не раз поднимали вопрос, почему финансирование идет от военного ведомства, а не от Министерства здравоохранения США. Потому что у Министерства здравоохранения США огромный бюджет, и в принципе они могли бы в этом бюджете предусмотреть те затраты, которые они делают в Армении, если эти исследования носят гражданский характер. Но поскольку этим занимается Пентагон, то мы как минимум можем сделать вывод, что эти биолаборатории в Армении имеют двойное назначение. То есть они могут использоваться и в гражданских целях, и в военных целях. То есть могут проводиться исследования с особо опасными патогенами. А результаты этих исследований могут забирать Соединенные Штаты в Пентагон, анализировать их и на этой основе, например, создавать биологическое оружие, которое действует на специфические этнические группы. В 2017 году уже президент Российской Федерации заявил, что по всей России собирается генетический материал или биологический материал разных этносов. То есть отсюда делаем вывод, что США, нарушая Конвенцию о запрете производства биологического оружия, они фактически занимаются производством биологического оружия, не допускают и не допускали никого для проверки этих лабораторий. То, что говорят о том, что якобы в Армению в свое время, пару лет назад, приехала группа специалистов из России и проверили, это ложь. Серьезной проверки, то есть на уровне военных биологов, не производилось. То есть там нужен тщательный анализ, притом именно военными биологами, потому что биологи гражданского назначения, они могут просто не понять исследования, которые производятся в военных целях. То есть это специальное направление, специализация. Поэтому, учитывая то, что уже в России на этот счет возбуждено уголовное дело, то я думаю, что рано или поздно следственные органы поднимут вопрос о проверке таких же биолабораторий и в Армении. Следовательно, вот эти нитки рано или поздно приведут и в Армению. И рано или поздно им придется, конечно, в первую очередь властям Армении, раскрыть эти биолаборатории и разрешить военным биологам провести там исследования тщательные. Очевидно, что эти биолаборатории строились в нарушении Конвенции о запрете биологического оружия. Я уверен, что там найдутся множество нарушений, которые касаются обеспечения биологической безопасности. Эти лаборатории находятся в городах-миллионниках или в больших городах. Плюс Армения сельско-активная зона и любые, например, землетрясения могут вызвать утечки особо опасных патогенов. То есть в целом вот такая картина. И естественно, что после соответствующих проверок, если обнаружатся, я уверен, что обнаружатся какие-то нарушения, то соответствующие лица, которые знали об этом, в том числе и должностные лица Республики Армения, должны понести уголовное наказание за это. А Соединенные Штаты и их союзники, в основном США, конечно, которые проводили вот эти все эксперименты и исследования военного характера, они на международном уровне должны ответить за те угрозы, которые они создали для всего мира. На акциях, кроме флагов ЛНР и ДНР, также поднимался флаг Арцаха. И в связи с этим сейчас мы знаем, что обсуждается возможность подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку. При этом Баку выдвинули ряд требований, при которых они согласны подписать это соглашение. Насколько эти требования, они вообще приемлемы для Армении? И есть ли предпосылки, что власти пойдут на подписание? И есть ли угроза, что вот опять в плане уничтожения армянского населения в том русле, в котором вы работаете, антинацистском, что это представляет угрозу для армянского населения Арцаха, вот эти исполнения этих требований? Ну, очевидно, что власти Армении умыли руки. То есть они вопросами армян Нагорного Карабаха не занимаются. А если сравнивать признание ДНР и ЛНР с республикой Арцах, то мы увидим аналогию в том смысле, что Россия признала ДНР и ЛНР на том основании, что население этих республик подвергалось геноциду. Только на основании того, что они русские или русскоязычные. Теперь сегодня Азербайджан говорит, что Нагорный Карабах — это его территория. И так якобы говорит, что они готовы обеспечить безопасность и нормальную жизнь армян Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Но фактически мы видим, что когда в конце 80-х годов в Азербайджане произошли массовые убийства армян, при этом эти убийства произошли сведомо властей Азербайджана тогдашних, то есть там тогда был Гейдар Алиев, руководитель Азербайджана. И фактически несколько дней преступные какие-то банды, организованные, они производили резню армянского населения. На этот счет есть уголовные дела, которые в свое время были открыты. И до сегодняшнего дня Азербайджан не дал никакую оценку, ни политическую, ни особенно уголовно-правовую оценку этим действием. То есть никто не был наказан, не были выявлены организаторы этого, не были выявлены, кто как бы верхушки во власти Азербайджана тогда занимались организацией этих погромов, то есть кто чем занимался и так далее. И поскольку не было расследования, то фактически отсюда делаем вывод, что Азербайджан не видит никакой проблемы в том, что армяне тогда подверглись массовым убийствам. То есть фактически что случилось тогда? Советское руководство ослабило свой контроль над всеми процессами, которые происходили в Советском Союзе. И верхушка Азербайджана воспользовалась этим. Я не исключаю, что к этому были замешаны также и западные спецслужбы, потому что известно, что тогда западные спецслужбы пытались организовать операции по межэтническим столкновениям на территории Советского Союза. И Азербайджан воспользовался этим, то есть слабостью руководства Советского Союза и организовал эту резню. После чего армяне взялись за оружие, чтобы сами себя защитить. Теперь Азербайджан, поскольку никого не наказал, не дал никакой оценки, следовательно, они не видят никакой проблемы в резне армян в конце 80-х годов. К тому же во время последней Карабахской войны Азербайджан бомбил мирные города Нагорного Карабаха, применял запрещенные боеприпасы, например, фосфорные боеприпасы. То есть нет никакой гарантии, что если, например, теоретически, армяне и Карабаха согласятся жить в составе Азербайджана, поверив, что Азербайджан предоставит им гарантии жизни, идентичности, веры и так далее, развития, то я уверен, что, например, лет 5 лет, в будущем 10 лет или через 20 лет при соответствующих геополитических каких-то условиях руководство Азербайджана может пойти опять по пути организации резни армян. То есть нет никаких гарантий, и Азербайджан эти гарантии не может дать, что в будущем безопасная жизнь и развитие армян гарантировано в Нагорном Карабахе, если Нагорный Карабах будет в составе Азербайджана. Поскольку этих гарантий нет и быть не может, кроме того, что Азербайджан строил свое государство на основе ненависти к армянам, это их каждодневная повестка дня. Следовательно, поскольку нет никаких гарантий, отсюда вывод, что безопасность армян Нагорного Карабаха не может быть обеспечена, если Нагорный Карабах будет в составе Азербайджана. Я не говорю, что Нагорный Карабах должен быть обязательно в составе Армении или, например, независимым государства. Нагорный Карабах, например, может войти в интеграционные объединения, например, в то же союзное государство вместе с Россией и Белоруссией. То есть любой формат, который не предусматривает нахождение Нагорного Карабаха в составе Азербайджанской республики. Только в этом случае армяне Карабаха могут рассчитывать на безопасный мир, развитие и сохранение своей национальной идентичности. В противном случае дальнейшая жизнь армян Нагорного Карабаха, безопасная жизнь и право жить на своей собственной земле будет поставлено под вопросом. Мы сейчас наблюдаем, что с одной стороны ведутся разговоры о подписании мирного соглашения, с другой стороны провокации, опять стрельба, опять даже психологическое воздействие, когда призывают армян покинуть территорию. И на этом фоне мы видим, что сейчас активно также идет процесс по налаживанию отношений Армении с Турцией. И, как известно, Азербайджан – это турецкий сателлит. Все действия там как-то взаимосвязаны. И вот эти процессы налаживания отношений Армении с Турцией, к чему они могут привести, насколько они в интересах армян и вообще и на данном этапе? Я бы хотел еще тут добавить, что Азербайджан, когда мы говорим «Азербайджан», то имеем в виду, что это Турция. То есть Азербайджан – не самостоятельное государство. Азербайджаном полностью руководит Турция, ну как минимум в военном плане. А в плане экономики – это Запад. Не секрет, что там верховодят западные нефтяные компании. Следовательно, те решения, которые принимает Азербайджан, они продиктованы позицией Турции и их западных кураторов Азербайджана, то есть в целом НАТО. Что касается отношений с Турцией, вообще глобально есть два проекта. Первый проект – это британский проект, проект так называемого турана или турецкого мира, который как инструмент будет использован англо-саксонским миром против России. Есть еще второй аспект, второй, ну как бы не проект, но вторая линия этого вопроса, что Россия сегодня имеет отношения с Турцией. Да и Советский Союз тоже имел какие-то отношения с Турцией. И мы понимаем, что этих отношений не избежать. Но если в проекте Запада для Армении предусмотрена участь Грузии только в еще более худшем варианте, то есть Армения превращается в колонию Турции с экономической экспансией и всеми другими негативными последствиями. Второй вариант, когда Армения интегрируется, например, тоже или входит в состав того же союзного государства, и уже союзное государство имеет какие-то отношения с Турцией. То есть мы в этом случае уже будем защищены соответствующими законами вот этого союзного государства, а эти законы будут защищать всех членов вот этого союзного государства, то есть от внешних и внутренних угроз. То в этом случае можно обсуждать, какие варианты есть, какие риски для нас, что от этого мы можем получить, что нет. Но для меня очевидно, что власти Армении пытаются процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией оторвать от России и пытаться это сделать с Западом, то есть при кураторстве Запада. То есть не случайно, что первая встреча произошла в Москве, то есть Россия хотела как бы держать свою руку на пульсе этого процесса, чтобы понимать, что происходит, чтобы исключить какие-то риски и для самой России, и для Армении, которая является стратегическим союзником России. Но я вижу, что уже власти пытаются там организовать переговоры уже один на один с Турцией, потом пытаются эти переговоры продолжить уже в Европе, в европейских странах, в западных странах. То есть я вижу, что они пытаются как бы отдалить Россию от этого процесса, и что они там между собой могут договориться, неясно. Но для меня ясно, что это будет не в пользу Армении и, естественно, будет во вред России. То есть чем больше этот процесс будет контролироваться Россией, тем лучше для нас. Понятно, что избежать мы этого не можем. То есть потому что, ну, исходя из, например, того же заявления России и Китая 4 февраля 2022 года о новых международных отношениях, вступающих в новую эпоху, то понятно, что полностью мы не можем как бы все это закрыть и как бы противиться всем этим процессам. Но один вопрос, по какому пути мы пойдем? По пути западного проекта, в котором Армения вообще как государство и армянский народ как идентичность, вообще не предусмотрена их жизнь на этой территории, или пойдем, будучи союзником России, с помощью России, где соответствующие риски и соответствующие угрозы будут учтены и нейтрализованы. Вот в этом и вопрос. И я вижу, что наше правительство ведет процесс в другую сторону, не в пользу нашей, не в пользу Армении. Но я думаю, что учитывая те геополитические процессы, которые сегодня происходят, и ту интенсивность этих процессов, то я думаю, что просто они не успеют это сделать, потому что в скором времени, через, думаю, за считанные месяцы, уже геополитическая ситуация прояснится, и вот эта новая конфигурация международных отношений, вступающих в новую эпоху, уже прояснится, и как бы обретет уже какие-то материальные формы. Но они пытаются, то есть наши власти, Турция и Запад, пытаются этот процесс форсировать, то есть, чтобы по-быстрому решить этот вопрос, максимально отдаляя Россию от этого процесса. Естественно, мы в этом, если так будет продолжаться, Армения окажется в проигрыше. Как говорят некоторые эксперты, пересмотр итогов Второй мировой войны происходит, и, являясь стратегическим союзником России, Армения, она до сих пор не высказала какую-то свою определенную позицию, власти Армении не поддержали Россию в ее действиях на Украине. Можно ли сказать, что вот такая позиция, она в себе несет угрозы для Армении, что если мы вовремя это не сделаем, власти вовремя это не сделают, что после окончания и уже формирования, при формировании нового миропорядка, вот если Армения не определится заблаговременно, то она может в очень нехорошей ситуации оказаться, как некоторые говорят, разменной монетой, потому что она в свое время не заняла конкретную четкую позицию. Ну, вообще-то говоря, это Запад пытается, США и союзники пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны. На самом деле Россия и Китай хотят эти итоги сохранить, потому что пересмотрев итоги Второй мировой войны, тем самым откроется ящик Пандоры, и в мире может наступить кровавый хаос, потому что те правила, которые были утверждены по итогам Второй мировой войны, они в глобальном смысле сохраняют вот это хрупкое равновесие и хрупкую стабильность. Если эти правила исчезают, то мир может погрузиться в кровавый хаос, и чего и добиваются США и их союзники. Естественно, та власть сегодняшняя, которая была приведена к власти в результате цветной революции, технологии цветных революций, эта власть, естественно, по определению не может иметь пророссийскую позицию. Ну, это, точнее, не пророссийская, а не может быть на стороне правды. Ну, это, то есть, и на стороне справедливости. А сегодня действия России, они справедливы, и они, как бы, на стороне правды Россия. И дело России правое. Следовательно, поскольку наши власти находятся на стороне Запада, естественно, они на этот шаг не пойдут. Они ждут того, что Россия ослабнет, чем-то может ошибиться или споткнется в чем-то, чтобы они воспользовались моментом и уже предприняли конкретные антироссийские шаги. Поэтому, как бы, они сегодня, как бы, явно не выражаются ни против России, ни за Россию. Но, очевидно, что молчание, это уже означает, что они, как бы, против действий России на Украине. Потому что, если ты за правду, если ты оцениваешь те риски и угрозы, которые нависли над нашим народом и которые напрямую связаны, то есть нейтрализация которых напрямую связана с успехами России, в том числе и на Украине, то, естественно, любая нормальная власть, она не может не думать в этом направлении и будет предпринимать все шаги, чтобы нейтрализовать угрозы. Кстати, это относится не только к нынешним, сегодняшним властям. Прежние власти также ввели многовекторную политику. И, кстати, сегодняшняя ситуация Армении — это следствие вот этой многовекторной политики армянских властей прежних. Потому что многовекторность — это не означает и Запад, и Россия. Многовекторность означает фактически только Запад. Потому что Запад ведет агрессивную наступательную политику, Россия ведет оборонительную политику. Если государство говорит, что я веду многовекторную политику, это означает, что государство не сможет противостоять агрессивной политике Запада. А с другой стороны, Россия, увидев, что ты играешь двойную игру, ты уже в этом плане теряешь доверие уже своего российского союзника. Кстати, сто лет назад наши все потери были связаны именно с этим, что мы вели двойную игру, пытались сидеться сразу на двух стульях, и это привело к потерям. Теперь сегодняшняя вот эта политика наших властей, и, кстати, некоторых и оппозиционных сил, которые, несмотря на то, что они уже не являются властью, но они продолжают свою вот эту как бы многовекторную политику в качестве как бы идеологического направления своих политических сил. То есть в России, например, я не думаю, что посмотрев на информационное поле Армении, они в качестве как бы повестки дня, они увидят, что в Армении правильно оценивают ту ситуацию, которая сегодня есть. Наоборот, они видят, что Армения продолжает играть вот эту многовекторную политику. За редкими исключениями есть некоторые резкие, как бы некоторые силы, которые понимают, что многовекторность губительна для Армении, и об этом говорят. Но в большинстве продолжают эту многовекторную политику. Ну, какие последствия могут быть? Тут два варианта. Армения, так или иначе, она в конечном итоге окажется в составе союзного государства. Вот этот процесс неизбежен. Только тут вопрос в следующем. Какой ценой, или какую цену мы должны заплатить, после чего мы там окажемся? То есть это будут еще большие потери, или мы сможем все-таки как бы минимизировать эти потери и войти уже в состав того же союзного государства с минимальными потерями? Если такими темпами армянское политическое поле и плюс власти будут продолжать, то для Армении могут... То есть цена зависит от позиции властей? Не только, и политической мысли в том числе. Потому что мы... Я, например, не вижу политической повестки, что вот в противостоянии США и России, Запада и России, какую сторону мы должны выбрать. Я сегодня вижу силы, которые Армении продолжают, например, ссылаться и надеяться, что, например, европейские какие-то структуры могут помочь Армении, или Армения может воспользоваться деятельностью этих структур. Эти структуры — пособники нацистов. Они сегодня поддерживают геноцид русскоязычного населения на Украине. А что с ними можно вообще разговаривать? И вообще на что можно надеяться на них? Естественно, что способниками нацизма и вообще структурами, которые являются источником этого сегодняшнего англосаксонского нацизма, нам делать нечего. А я вижу, что политические силы продолжают говорить, что вот в Совете Европы, Европы или там в Евросоюзе принимают какие-то проармянские заявления или какие-то документы. Естественно, все это обман. Естественно, все это обман. Это как мышеловка для того, чтобы привлечь Армению к себе, оторвать от России, а потом воспользоваться Арменией, а в конце принести в жертву. То есть если наше политическое поле в основном, есть, конечно, те, которые уже давно определились, но если остальные и власти, и в оппозиции, которые находятся, если они до сих пор не определились, с кем они, с нацистским Западом или с Россией, на стороне которой правда и справедливость, то, естественно, что армянский народ в результате такой политики пострадает. И я просто не знаю, насколько мы можем от этого пострадать и какие могут быть потери. Если мы так будем продолжать, то, естественно, потери могут быть еще больше, чем мы имели после войны. Поэтому и мы об этом говорим и предлагаем всем политическим силам прекратить эту многовекторную политику, вскармливать и народ, и своих соратников вот этой многовекторной политикой, которая в конечном итоге приведет наш народ к катастрофе. Хайк, спасибо вам за интересное интервью. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова